За время так называемого абхазского мусорного кризиса постоянно возникают новые предложения и идеи выхода из него. На этот раз на площадке общественной палаты. Десять дней назад почти 20 гражданских организаций страны обратились к президенту Раулю Хаджумба с письмом. В нем перечислены меры и методы, которые рекомендуют власти общественные деятели. Мы как граждане Абхазии обеспокоены сложившейся ситуации, связанной с проблемой утилизации мусора. Для всех нас очевидно, что организация сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора важнейшая проблема нормального функционирования всей страны. Поэтому мы и группа абхазских общественных организаций считаем необходимым подключиться к поиску самого рационального и конструктивного решения в сложившейся критической ситуации. Предлагаем в кратчайшие сроки рассмотреть следующие предложения. 1. Объявить о начале работы над национальным проектом по управлению отходами, придав данной проблеме общегосударственный статус. 2. Для снятия напряженности в связи с критической ситуацией, сложившейся в Сухуме, обратиться к главам администрации районов Абхазии для определения временного места складирования мусора, отвечающие всем санитарным нормам до введения в эксплуатацию нового полигона или завода по переработке твердых водовых отходов. 3. Получить объективную экспертную оценку возможностей мусорной свалки в Гальском районе. 3. Разработать план мероприятий по рекультивации и длительному мониторингу закрытого полигона мусорной свалки в районе Маяка и, возможно, других свалок, которые будут закрыты. 4. Сформировать экспертную группу, задачи которой будут заключаться в следующем. 5. Подготовка и мониторинг реализации национального проекта по управлению отходами с привлечением международных экспертов и представителей общественных организаций. 6. Для выработки стратегии долгосрочного решения обратиться к опыту стран, успешно решивших проблему утилизации отходов. 7. Рассмотреть альтернативные варианты решения вопроса об отходах, учитывая новейшие мировые технологические разработки, основанные на философии безотходного мусора и технологии Waste to Energy. 7. К примеру, технология термического сжигания Pirolis. 8. Параллельно приступить к разработке проекта закона об отходах. 8. Представить план работы экспертной рабочей группы в открытом доступе. 9. Надеемся на ваше понимание и исключительно в важности сложившейся критической ситуации на скорейшее решение вопроса. 9. Я хотела бы сказать, что иногда у нас ситуацию представляют так, что это просто непомерные какие-то суммы нужды, которые мы нигде не достанем для того, чтобы все-таки цивилизованно решать проблему мусора. Но на самом деле это, в общем-то, не совсем так. Есть возможности, просто нужно, конечно, консультироваться с экспертами. 9. Предложения, по словам Инны Барча, носят характер предварительно интуитивный, так как ознакомиться с государственной концепцией по обращению с твердыми бытовыми отходами никому из активистов так и не удалось. 10. Тем не менее, ряд конкретных мер может прийти на помощь властям и обществу уже сейчас. 10. Одна из таких мер – это создание рабочей экспертной группы с привлечением экспертов и представителей общества, общественности, для того, чтобы взять этот вопрос отчасти под контроль общественности, отчасти помочь всем вместе решению этой очень сложной и очень серьезной задачи. 10. Потому что мы не можем находиться вдалеке от тех глобальных проблем, которые мы наблюдаем по всему миру. 11. Абхазия – это не отдельная планета. Мы являемся частью этого мира. Мы видим, как все страны пытаются решить свои экологические проблемы в условиях глобального потепления. Надо учитывать все эти аспекты, надо стараться стремиться быть более современным государством. 11. Мы хотели бы понять, почему остановились на варианте очередного создания полигонов. Сегодняшние современные подходы предполагают запрет. Во многих странах запрещены мусорные полигоны ТБО. Многие страны используют технологии мусоросжигания, еще даже более современные технологии пиролиза, абсолютно нетоксичные технологии. Хотелось бы понять, рассматривались ли альтернативные способы утилизации отходов. Говоря о будущем решении проблемы, полигоне, планах на перерабатывающий завод и так далее, очень важно не забывать о судьбе старой городской свалки, считает член общественной палаты Александр Страничкин. По его мнению, еще рано говорить о том, что вопрос Маякского полигона отходов решен. С ним согласны и его коллеги. Самый главный вопрос, что делать дальше с этой свалкой, потому что она потихоньку горит. Не первый день это происходит. И хотел бы просто напомнить, что в советское время та зона, которая в свалке, она предполагалась зоной отдыха. И планировалось построить городок Абхазского государственного университета. И первый корпус этого здания был уже заложен. Там есть остолы, если вы подходите, посмотрите, это имеется. И поэтому надо решить, будет ли это зона отдыха, будет ли это что-то, но убирать свалку в каком-то виде, это необходимо. Но как, это надо тоже продумать. И как бы там ни говорили, что незначительные деньги, но на рекультивацию нужны огромные деньги. Потому что опыт, сейчас вы видите, в Российской Федерации тоже принято законодательством. И они споткнулись, споткнулись. Голландцев даже. Да, споткнулись на том, что они могут связить с ценовой политикой. Там вчера даже заседание у Медведева было по поводу цены на мусор. Он говорил, давайте снизим цены на мусор, на вывоз и так далее. Потому что эта проблема накопилась не только в России, в Италии такая же проблема, еще во многих государствах. И в свое время Сергей Иванов, который сейчас помощником президента является по онкологическим вопросам, он говорил о том, что самая большая проблема в России это Крым по мусору и Подмосковье. И мы это все видим. И поэтому надо действительно, чтобы была разработана, не люблю это слово, государственная программа, но программа действий, которая говорит, что на каком-то этапе сделать свалкой то-то, потом построить мусороперерабатывающий завод и часть мусора оттуда, можно ли его оставлять на маяке или все-таки его оттуда потихоньку надо убирать, надо эти вопросы со специалистами продумывать. Просто потому что, вот знаете, когда мне говорят, что давайте прекратим, я говорю, а свалка-то не исчезла. Сейчас хочу сказать то, что я сам живу в маяке, и люди там были, общественность, вы знаете, и показывали посредством массовой информации, потому что они имели основания, так как там жить невозможно. Люди, многие, значит, живущие там, ждут отдыхающих этим, они живут, какие-то имеют мини-гостиницы, а люди, которые приезжают, когда ночью начинают это дым идти, они начали терять свой, как сказать, не то, что сам дышит дополнительно еще, их гости, которые отдыхают, приезжают, они не стали ездить в те районы, где, значит, невозможно отдыхать. Журналист Манана Гургуля считает, что сетовать без конца на прошлое смысла нет, да и не совсем оправданно это. Да, в советское время на маяки выбрасывали мусор, но такое количество мусора, которым мы завалили нашу республику после войны, везде его не было. В советское время все-таки наказывали. Я родилась, выросла в Ачимчири, там вывозили мусор. Сегодня на каждой улице больше половины домов пустых превращены в мусорные свалки. Поэтому нужна комплексная программа, нужен мусороперерабатывающий завод, нужно разделять мусор. Ну куда девать этот, кстати, разделенный мусор? Даже если мы поставим пять мусорных баков и разделять, разделенный мусор надо перерабатывать. Перерабатывать некому. Поэтому мне кажется, самое важное, самое главное и воспитывать наше население. И начать хотя бы по селам, по городам, по минимуму чистить, собирать в одном месте. Я понимаю, что не повезут там из какого-нибудь села Члоу, Мух, Чгярда, в Гал, они не повезут свой мусор. Но когда вы едете туда, просто я вот в ту сторону езжу и вижу, ну на каждом шагу вдоль трассы импровизированные мусоросвалки. Вот если мы не поймем и не начнем потихоньку, хотя бы в одном месте, в селе в одном месте иметь мусорную свалку, в городе Ачинчира не в каждом грузинском бывшем доме, превращенном в руины, в дом Павлова, устраивать мусор, а хотя бы выделить один дом, один участок, чтобы потом легче было собрать. Временные решения властей в отношении тех или иных проблем еще не самое плохое, считает Надежда Венедиктова. Самое страшное, когда эти временные решения наносят или могут нанести значительный урон тому же архитектурному наследию страны. И вот после того, как был запрещен вывоз мусора на маяк, вдруг, значит, Адгур Харазия решил возить мусор на Келосурский вокзал. И начали уже туда завозить. Причем он пришел на заседание Сухумского городского собрания и заявил об этом. Естественно, там сказали, а с какого вообще перепугу? Он говорит, вас это не касается, я просто ставлю вас в известность. Я спросила разрешение в железной дороге, она согласилась. Это счастье, что жители окружающего района вокруг этого вокзала вовремя заметили, когда уже вывалили несколько самосвалов, организовались и начали, значит, возмущаться, потому что год назад они самолично этот вокзал почистили. Вообще, я хочу напомнить, что несколько лет назад в самом престижном географическом журнале мира, National Geographic Американском, была фотография этого вокзала с надписью «Самый красивый заброшенный вокзал мира». И вот туда начали возить. Если бы не жители, которые подкинулись, опять бы превратили это в свалку. Вот почему такое равнодушие к своему городу и вообще к наплевательству и к городскому собранию, и к населению? Вот захотелось, спросил разрешение, теперь зашли, а перспективно мыслить как-то не нужно? Ну, хорошо отбились. Пока местная власть тоже будет проявлять равнодушие к этой проблеме, и вот так вот пытаться ее отбрыкать, ничего хорошего из этого не выйдет. И слава богу, что наши жители наконец организовываются и пытаются как-то все-таки доказать власти, что так делать нельзя. И пока власть не начнет совместно с обществом заниматься какой-то проблемой, тоже ничего хорошего не будет. У меня есть робкая надежда на то, что если мы как-то все-таки решим мусорную проблему, то это будет удачная модель взаимодействия власти с обществом и системному решению любой важной задачи. Продолжая разговор о действиях, ну или бездействии властей, общественный деятель Арда и Налопа отметила одну странную закономерность. Пока проблемы не поднимутся обществу, государство ее заметить, а тем более решить не в состоянии. Но почему от людей, которые живут рядом в свалке, поднимается этот вопрос, от общественных организаций, почему наши профессионалы, люди ответственные, они проявляют такое равнодушие? Мне кажется, вообще надо, наверное, оценивать качество работы наших начальников, руководителей, потому сколько вопросов их волнует, какие вопросы они поднимают, и по каким вопросам они требуют и обсуждения, и принятия каких-то решений. Такое ощущение, что мы всегда нарушаем какой-то вот такой безмятежный покой наших руководителей. Нам даже неловко, вот они бедные, вот сюда прийти не могут и так далее. Мы как-то такие, как нарушители их спокойно. Теперь, что касается существа проблемы. Во время вот этого кризиса с Сухумской свалкой мы узнали совершенно, вот для меня это было неожиданно, эта информация, что оказывается, у нас есть два огромных тома, в котором опубликована, напечатана концепция по переработке мусора в Абхазии. Почему это тайный такой документ? Даже его нет в Сухумской администрации. Обращение с отходами. Им дали ознакомиться, но даже у них не было времени прочитать весь этот огромный материал до конца. Им почему-то не дали возможность как следует ознакомиться подробно. Я должна сказать, что, например, заместитель мэра Леон Кварчев, он стал специалистом в этом вопросе. Он изучил очень много литературы, у него есть свои предложения. Но в связи с тем, что вот эта концепция была разработана по инвест-программе, а вот я так понимаю, что Сухумская администрация не включена в эту программу, то они остались за бортом. И, может быть, какая-то их инертность и неактивность тоже связаны частично с этим. Сколько я знаю, в этой концепции все-таки за основу положена вот эта модель все-таки строительства полигонов. Это очень важное решение. Можно сказать, это одна из действительно таких государственных проблем. Почему это там кулуарно решалось? И почему именно полигон? Почему мы не знаем, как это обсуждалось? На каких расчетах, оценках, на каком анализе основано то, что мы выбираем полигон, а не мусороперерабатывающий завод или завод пиролиза и так далее. Знаете, я считаю, что нужно прекратить вот такие совершенно закрытые обсуждения таких судьбоносных вопросов, как и добыча нефти, переработка мусора и так далее. В общественную палату были приглашены чиновники разных рангов, связанных с темой встречи. Часть из них отсутствовала в стране. Другая находилась на заседании в Кабмине и пришла с большим опозданием. Кто-то вовсе не уведомил о причинах своего отсутствия. Таким образом, начальник экспертного управления администрации президента Аслан Барцец отвечал от имени государства за всех. Все, что касается тех схем, которые сегодня были здесь озвучены, это временные схемы, они носят, так скажем, никакой не выход из ситуации, это просто на время как-то разрядить обстановку, как-то понять и так далее и тому подобное. То, что касается полигонов, полигоны на самом деле, как здесь было сказано, это тоже временная мера и нам надо решать глобальную задачу. Совершенно верно было здесь сказано. И по селам, и по городам, и везде вот этот вот клич «сделаем нашу страну чистой от мусора» и общественное движение, которое сегодня организация, честное слово, очень приятно. Почему? Потому что есть робкая надежда, что когда общественность, системность будет работать вот с такими серьезными вещами, как экологическая, это экологическая проблема Абхазии, чистота ее, то с помощью вот этих организаций, мне кажется, что есть шансы наконец-то сдвинуть эту проблему, скажем так, с мертвой точки. И здесь желательно, чтобы к этой проблематике мы с вами проходили не от случая к случаю, а на постоянной системной основе. Вот тогда будет реальный результат. Все те шаги, которые были предприняты на сегодняшний день, еще раз хочу подчеркнуть, что это были временные шаги, это временное решение. Совершенно верно, та мусоросвалка, которая находится на маяке, ее проблема существует, ее тоже надо будет утилизировать, ее тоже надо будет как-то с ней поступить нормально. Что касается мусороперерабатывающих заводов, я сейчас не буду говорить, что я крупный специалист, но насколько я ознакомлен с этой проблемой, насколько я общался с людьми, которые готовы были заняться этим профессионально, скажем так, да, как ни парадоксально, для того, чтобы сделать нормальный мусороперерабатывающий завод с нормальными коммерческими объемами, где бизнесмен будет заинтересован, естественно, в прибыли, объемов мусора не хватает. Вот это вот парадоксальная ситуация. То есть, и от другой момента, вот о чем здесь говорилось, значит, сортировка мусора, это уже, значит, такая моральная, что ли, сторона этого дела, вот этическая, да, этическая сторона этого дела. Вот, ребят, я каждый день езжу с Афона в сухом на работу, и когда убрали вот, ну, в смысле обочины, да, видно, ну, все чистенько, аккуратненько, ровно неделя хватает. Ровно неделя, потом начинает валяться пластик, пустые бутылки, хотя стоят мусорные баки на достаточно таком нормальном расстоянии. Члены общественной палаты Абхазии решили вновь собраться на обсуждение по данной проблематике. Элеонора Гелаян, Сосреку Агуха, Абаза ТВ.